Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Анатомия криптовалюты» с Ольгой Мигачевой. Сегодня у нас в студии руководители блокчейн-проектов и распределенных экономических систем Ярослав Логинов. Ярослав, здравствуй! Здравствуйте! Объясни нам, пожалуйста, что такое цифровая экономика и чем это понятие отличается от понятий обычной экономики? Экономика это то, что про производство и распределение. А цифровая экономика, она не существует без обычной экономики. Цифровая экономика это оцифрованные бизнес-процессы, оцифрованные производственные процессы и процессы распределения продукции. Ну вот сейчас вероятно вы хотите спросить, что такое блокчейн и как в цифровой экономике блокчейн. На мой взгляд значит блокчейн является как раз ключевой элементом цифровой экономики. Ну то есть надо сказать о том, что оцифровываются различные разные процессы. В том числе в цифровую экономику включается виртуальная реальность, большие данные, анализ больших данных и все такое прочее. И в том числе есть технология блокчейн. Это по сути распределенная база данных, которую невозможно подделать. Но обязательным элементом для того, чтобы обеспечивать устойчивость этой базы данных необходимы криптовалюты. Это экономический мотиватор для для узлов, ну или для владельцев узлов поддерживать эту сеть. Вот собственно блокчейн дает возможность создавать децентрализованные механизмы взаиморасчетов. Вот. До появления блокчейна это было невозможно. Вернее как. Это было в бумажном виде кэшем. То есть серая экономика она всегда существовала, всегда был кэш, всегда были расчеты пир-ту-пир, но это было не очень удобно, чемоданчики возить туда-сюда, а когда новые технологии приходят в эту сферу, то получается некоторые бизнес-процессы как бы удобнее и выгоднее делать через новые технологии, да, там через блокчейн. Собственно, поэтому я верю, что в экономике придет вот эта эра цифровой экономики, в которой будет блокчейн. А будет ли блокчейн применяться в реальном секторе? Я думаю, что будет. А какие вам уже есть ли какие-то вот примеры, да, уже существующие примеры применения блокчейн в реальном секторе? Да, ну, самые простые примеры это, естественно, взаиморасчеты, то есть один человек договорится с другим человеком, недавно там был пост интересный о том, что за китайские товары уже перестали пользоваться банковскими переводами между странами, ну, перестали пользоваться хавалой, а начали пользоваться биткоином. Это оказывается очень удобно и издержки меньше гораздо, то есть выгода. А я знаю, что в биткоинах транзакции достаточно долго переводятся, как они борются с этой проблемой. Ну, когда речь идет о том, чтобы перевести там в течение там нескольких дней, то 10 минут подождать это не проблема. И как бы транзакции, они имеют стоимость ну, там от 50 там до 500 рублей, да, если в какие-то периоды. Более того, сейчас эти ограничения уже сняты, то есть с помощью расширения там через Сигвит, да, с помощью технологии Lightning Network операции могут осуществляться там миллисекунды по переводам. А есть ли какие-то примеры использования блокчейн в реальных проектах у нас в России? Может быть, какие-то организации применяли или пытались применить блокчейн в своей работе? Ну, смотрите, здесь, на мой взгляд, важно понимать блокчейн как сама баз данных для, в бизнес-процессе и блокчейн как некий механизм записи долговых обязательств. Вот. Как запись долговых обязательств это применяется, ну, там, там, самое известное, там, Калионова, Лавка-Лавка, да, то, что ближе к реальному сектору, ну, то есть это и есть реальный сектор, там, цирконий, песок, бананы, всем известные, там, вот. А это то, что касается записи долговых обязательств. То, что касается применения блокчейн в бизнес-процессах, такие проекты мне пока неизвестны. Эксперименты проводили Сбербанк, в частности, там, значит, совместно с МВидео, я знаю, что Альфа-банк, национальный расчетный депозитарий, значит, проводили эксперименты по записи по хранению данных в распределенном реестре, в принципе, интересные, значит, не государственные пенсионные фонды тоже рассматривали, вот, но по факту, когда есть центральное ответственное лицо, то блокчейн там не нужен, потому что это центральное лицо в любом случае будет нести централизованную ответственность, а дальше блокчейн это лишь удорожание. А вот ты назвал два основных момента, два основных пункта по применению, то есть запись долговых обязательств и использование блокчейна в бизнес-процессах. Можешь более подробно объяснить, вот в чем разница этих двух подходов? Ну, долговые обязательства мы можем на любом блокчейне ввести, ну, самый простой это Waves. Это, то есть, просто запись о информации хранится в децентрализованной базе данных. Да, в уже существующей децентрализованной базе. Мы за пользование этим сервисом, этой базой, мы платим там какую-то комиссию. А чем это лучше, чем обычная база данных, централизованная? Ну, в централизованной всегда есть возможность утери этих данных или их могут подделать. В общем, это вопрос доверия. Когда мы используем децентрализованную базу данных, блокчейн, значит, особенностью является, что нельзя произвести некую запись задним числом и нельзя удалить запись, которая была уже сделана. Соответственно, если долговое обязательство есть, то, как говорится, не вырубишь топором. То есть, все равно можно предъявить к ответчику о том, что да, должен, верни. Вот, кстати говоря, это и в том числе юридически легально вполне может быть. то есть, сама запись в реестре, она, естественно, судом сейчас не принимается, потому что, ну, такого терминологии нету, как блокчейн. Однако, рассматривается с, значит, оператор, да, то есть, операторы, они могут давать такие заключения, в том числе в бумажном виде распечатать, которые уже, в свою очередь, будут восприниматься судом. И, значит, на основании записи в реестр ответчик должен будет ответить за свои обязательства. Вот как-то так. А если вот вернуться к примеру про Сбербанк и про МВидео, что они пытались делать на блокчейне и почему не вышло? Ну, вышло. Там... Дело в том, что там очень просто было, да, то есть, есть товар, товар поставляется в магазин, магазин товар продает и там в течение 40 дней должен, значит, сделать перевод обратно денег за проданный товар. Это вот этот кассовый разрыв, который там в случае, допустим, при продаже некоторых товаров, он занимает там 60-90 дней. бывает и более до полугода. Вот. Это неудобно. То есть, все это время у производственника у него возникает кассовый разрыв. Вот. Для того, чтобы это ускорить, так сказать, процесс оплаты, был проведен платеж через блокчейн. Ну, там известно, что платежки, они там занимают какое-то время, в общем, пока это все движется. В общем, этот процесс ускоряется. А в этом плане эксперимент прошел успешно, все нормально. Другое дело, что так как есть центральный игрок и центральное ответственное лицо, то блокчейн там по сути не нужен. Соответственно, эксперимент провели, посмотрели, какие плюсы, какие минусы, и, в общем-то, это все централизованно вполне можно также реализовать. То есть, получается, что просто не нашли плюсов. Да, это удорожение. Блокчейн это все-таки небольшое удорожание на инфраструктуру, то есть, как минимум, надо за каждую транзакцию платить. Все эти разговоры по поводу приватных блокчейнов, которых там нету криптовалюты, это все от лукавого, естественно, никаких блокчейнов без криптовалюты не существует. В блокчейне обязательно каждая транзакция она платная. Как раз цена выставляется в криптовалюте. Естественно. То есть, криптовалюта, она обеспечивает работу этого блокчейна, и комиссии оплачиваются в этой криптовалюте. И это является мотиватором майнеров, там, узлов, там, форджеров, как назвать, в общем, предпринимателей, которые поддерживают сеть. В этом их выгода. А еще я слышала про соцсети на блокчейне. Да, голос, тимит. А чем они отличаются от обычных соцсетей? В чем преимущество или недостаток? Ну, в обычных соцсетях контент могут заблокировать. То есть... Создатели соцсетей могут... Владельцы, скажем так. Да, владельцы, или там над владельцами есть, естественно, там, всякие органы, которые могут блокировать контент, могут вообще удалять учетки. Собственно, ну, как бы, в обычных условиях это не проявляется, но все-таки свои записи хочется, как бы, чтобы они хранились долго и иметь некие гарантии. В том числе, можно у себя их хранить. То есть, поднять узел, ноду и хранить данные у себя. это востребовано. Ну, а с другой стороны, тогда в сеть могут попадать какие-то данные, какая-то информация ненормативная, может быть, как тогда при такой децентрализации бороться с этим? Ну, есть база данных. В эту базу данных можно запихнуть все, что угодно. Другое дело, что отображать. Вот. И в этом плане владельцы ресурсов, которые используют эту базу данных, например, есть блокчейн-голос. Есть сайт голос.io. На нем отображается та информация, которая не противоречит там законодательству. Если там попал какой-то контент, который, ну, нежелательный, пользователи голосуют, что он им не нравится, и он, в общем, с этого сайта удаляется. Но из блокчейна он удалиться не может. То есть, он там остается на месте. То есть, само название голос как раз и с этим связано. Да. Там ребята, в том числе Дима Стародубцев, сделали, на мой взгляд, очень хороший проект. Вот он развивается, и я думаю, что он будет развиваться дальше. А может ли такое случиться, что интернет станет децентрализованным? Ну, в эту сторону все идет. Собственно, интернет, он и задумывался как некая децентрализованная сеть. Значит, единственное, то, что потом все-таки оказалось, что есть узлы, ключевые каналы, на которых можно ставить специальное программное обеспечение для фильтрации трафика. И вроде интернет, он децентрализован, а некоторые данные блокируют. Ну, в частности, там, с Телеграмом, то, что сейчас рекламная кампания Телеграма проходит, очень интересно. вот, но, тем не менее, значит, есть возможность блокировать неугодный контент или неугодных каналов, да, Раз уж мы коснулись темы Телеграма, можешь объяснить мне и нашим зрителям, каким образом происходит блокировка и почему до сих пор не удается заблокировать Телеграм? Ну, я могу свое мнение выразить, да, которое не подтверждено. Мнение очень простое о том, что есть некая пиар-компания вот, с целью популяризации самого Телеграма. Вот, работает очень хорошо, значит, действует по аналогии, как это было с ВКонтакте. То есть, когда пропагандировали, что вот-вот там заблокируют и так далее, и так далее, что привлекло большое внимание людей. Собственно, делается, на мой взгляд, это как раз перед выходом Телеграм Open Network Тон. Вот, я думаю, что вполне будут продажи. То есть, за счет вот этой пиар-компании будут увеличены продажи. То есть, в итоге Телеграм все-таки не заблокирует? Да, его даже, на мой взгляд, никто и не пытался блокировать, потому что, если бы его захотели заблокировать, вот реально, он централизован. И его реально можно прийти хотя бы как минимум к владельцу и заблокировать самого владельца. То есть, у нас вообще есть право силы. Если технологически что-то невозможно, то всегда можно взять самого владельца централизованного. И очень важно понимать, что ВКонтакте, Телеграм, это не децентрализованные платформы, это не децентрализованные мессенджеры. И по поводу того, что ключи передать, если бы нужно было, более того, ну, как бы, нет никаких гарантий, что ключи давно не находятся в ФСБ, МБ и этому прочему. Вот. А создание реально децентрализованных мессенджеров, это как бы сильно преследуется. Вот. Ну, они мало известны, мало популярны. Ну, а почему? Это же наоборот свободные мессенджеры, в которых можно писать все что угодно, не бояться за личные данные. Бизнеса, там нет бизнеса. То есть они, как правило, с открытым исходным кодом, бесплатные. В чем бизнес? Не на чем заработать. А существующие мессенджеры, они же на чем-то зарабатывают? Ну, конечно. Также к социальной сети с продажей данных. То есть если вы не платите, то значит продают вас. Все просто. Ну, то есть децентрализованные мессенджеры будут сделать только какие-то евангелисты, блокчейн-энтузиасты? Я думаю и я верю о том, что будут появляться платные мессенджеры, платный интернет. То есть когда есть узлы, и узлы осуществляют передачу данных, получая за это оплату. И в этом случае владельцам этих узлов становится выгодно, ну, собственно, есть экономическая мотивация, поднимать новые каналы связи, в том числе спутники запускать с передачи через околоземную орбиту. ну, ну, посмотрим, как будет развиваться. Пока есть интернет-2, да, и 2П, там есть межсети, но они, я говорю, там нету экономической мотивации. Так же, как в торрентах. Там есть некая, как бы, культурная такая мотивация, то есть мне помогают, и я помогаю, но где деньги? Где деньги? Ну, все-таки, может быть, существует что-то больше, чем деньги, и люди захотят свободы и будут реализовывать. Ну, с другой стороны, конечно, всегда в первую очередь нужно думать о том, что поеду, покушать. Я сколько изучаю, да, там существующие процессы происходящие, я пришел к выводу, что первично всегда экономика, всегда какая-то выгода. Значит, приватность как самоцель, она бессмысленна. то есть, ну, как бы, снимайте порно, выкладывайте в интернет, никому не интересно. А интерес представляет, когда с этого можно что-то поиметь, когда с вас, когда вас можно шантажировать, или, ну, когда у вас можно бизнес отнять какой-то. Тогда, да, тогда там нужна приватность, и, собственно, собственно, все используют в той или иной мере, да, различные системы безопасности, которые, там, шифруют данные, там, сохраняют все это, каналы передачи данных, там, специальные аппаратные, там, телефоны, да, там, с шифрованием. То есть, в принципе, это существует. Те, кто, тем, кому это надо, они это используют. Но для массы населения, ну, как бы, реально это не требуется. А как ты думаешь, через какой срок мы получим эту цифровую экономику, про которую ты говоришь? Хороший вопрос. Я, там, четыре года назад думал, что это будет через четыре года. Вот, сейчас я думаю о том, что это займет еще лет десять. А вообще, на самом деле, конечно, очень сильно от востребованности зависит. Это первое. и второе. Люди довольно медленно обучаются. То есть, медленно принимают новые технологии. Казалось бы, технологии, они уже есть. Бери, используй. Но до тех пор, пока это не станет проще и дешевле, чем существующие бизнес-процессы, перехода реально не будет. Теперь давайте подумаем, а за счет чего цена на бизнес-процессы, да, или там передачи данных, в том числе, станет дешевле, чем есть обычные централизованные. Вот тут вот вопрос. То есть, для каких-то отдельных областей, да, в частности, когда речь идет про деньги или про хранение активов, да, оцифровка активов или цифровые активы, здесь важно, чтобы их не потерять. Потому что, ну, как бы-то, там, можно затратиться дополнительно, не знаю, там 10 тысяч рублей, там 100 тысяч рублей, там миллион рублей потратить на некую безопасность. Это важно. А в случае, если там я покупаю носки, покупать их через блокчейн, непонятно, что мне это даст. Как ты думаешь, вообще блокчейн, он будет применим во многих областях, но может в каком-то другом виде, более усовершенствованном, или все-таки он займет какой-то узкий сегмент и будет использоваться там? Ну, есть, как бы, разные мнения. Я, честно говоря, не знаю, как будет. Вот. Возможно, что будет применяться блокчейн повсеместно, как база данных, более надежная. Но, на мой взгляд, наиболее актуальное применение, это между бизнесами. То есть, это, можно сказать, не широкое применение, а такое нишевое применение для бизнеса. У бизнесменов всегда возникает вопрос возврата долгов, вопрос, там, споров, да, там, доказательной базы. И желательно это автоматизировать. Это сильно сокращает издержки, в том числе, юридические. То есть, вместо того, чтобы идти в суд, как бы, это дорого, долго и неэффективно. Гораздо проще делать автоматизированную систему, которая в случае возникновения нежелательного события автоматически выполняла действия, которые, допустим, возвращала бы некие активы или передавала активы. Вот, сейчас это делается через суд. Я понимаю, что полностью автоматизировать этот процесс невозможно, потому что право, оно всегда между субъектами. Есть, ну, как бы, некая автоматизация, но она не может быть тотальной, потому что в итоге все равно человек, то есть, какой-то один человек договорится с другим человеком и в случае возникновения спора в конечном итоге должен разруливать ситуацию некий третий человек, арбитр, судья. Вот. Автоматизированная система может позволять как бы делать этот процесс несколько более быстрым. Вот. Это то, что вот для бизнеса. Я думаю, что как раз в бизнес-цепочках, производственных цепочках будут применяться и в частности вот там проект Darkchain, например, то, что называется цифрономика или токеномика, то есть, токенизировать активы для того, чтобы можно было обмениваться активами, для того, чтобы производственные цепочки планировать и как бы краудфандинг, то есть, получать оплату до производства. Здесь, кстати, персональное производство вполне может быть. То есть, вместо того, чтобы производить продукцию, а потом пытаться ее продать, мы сначала получаем предзаказ, потом производим, а потом отдаем эту продукцию, потому что она уже приобретена человеком. А людям не страшно будет отдавать деньги за неизготовленный товар? Ну, я думаю, что в любом случае будут страховки на всякие такие случаи, и в том числе и арбитраж, который будет в случае, если человек не исполняет свои обязательства, будут забирать у него активы, ну, либо сажать его в тюрьму. Вот, те ICO, которые сейчас проходят, ну, это сбор денег, зачастую не, ну, как бы не подтвержденных, не обеспеченных, ну, как бы не обеспеченные какими-то реальными там активами, да, надо понимать, что это, когда берешь деньги, то берешь на себя обязательства, и далее либо нужно исполнить обязательства, либо вернуть деньги. Вот, типа собрали-убежали, пока работают, и типа им за это ничего не будет, но на самом деле срока давности не имеет мошенничества, поэтому я понимаю, что мошенникам признает суд, но тем не менее. Вообще, говорят, цифровая экономика, она состоит из многих областей, направлений, но, на мой взгляд, значит, блокчейн, который приводит к появлению цифровых платформ, вернее, как, цифровые платформы, они уже существуют, но централизованные. А какие-то примеры, вот что такое цифровая платформа? Ну, очень просто, значит, например, Яндекс.Такси, вот, это такая классическая цифровая платформа, где оплата идет внутри этой платформы. Вообще, что такое цифровая платформа? Это когда множество производителей соединяется с множеством потребителей с помощью некой IT-инфраструктуры, и оплата происходит внутри этой IT-инфраструктуры. во внутренней валюты платформы. Ну, то есть, внутренние рубли или внутренние доллары, или бонусы, или токены, там. Вот. В Яндексе оплата через Яндекс. Если бы оплата была только кэшем таксисту, то это было бы не платформа, marketplace, где продажа некой продукции, а оплата уже идет наличностью. Например, Авито, такой marketplace. Так вот, цифровые платформы децентрализованы, на мой взгляд, они будут вытеснять централизованные. И связано это именно с некой более большей надежностью. Особенно, когда соединение производителей с другими производителями, то есть выстраивание цепочек, то есть B2B сектора. А кто же будет разрабатывать их, если в децентрализованных платформах обычно нет замотивированных материально людей? В децентрализованных с блокчейном там всегда есть замотивированные люди, потому что там всегда есть финансовый мотиватор. Собственно, я думаю, что сначала будут создаваться централизованные, а потом эти централизованные переводятся на децентрализованные. Почему? Дело в том, что децентрализованные организации или DAO по-другому, децентрализованные автономные организации, они более устойчивые и с точки зрения бизнеса меньше издержек на обеспечение безопасности. то есть, грубо говоря, такой бизнес невозможно отжать. Вот, то есть, когда он распределен, когда узлы распределены, нету центрального места, в которое можно прийти и надавить там на то или иного человека, либо сервера изъять. Вот, собственно, такой бизнес более устойчивый, соответственно, он более выгодный. Я думаю, что начнется с B2B-сектора, потом будет консюмерс-сектор, то есть, для продажи продукции конечным потребителям, а потом подключатся и социальные сервисы, ну, в частности, там, пенсионные накопления и так далее, значит, страховые вещи. Как-то так. Спасибо, Ярослав. Спасибо вам. Сегодня у нас в студии был Ярослав Логинов и вместе с ним мы обсуждали будущее цифровой экономики. Это была программа «Анатомия криптовалюты». С вами была Ольга Мигачева. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok